В 2007 году группа российских и американских ученых опубликовала сенсационные результаты совместной работы. Исследователи пришли к выводу, что десятки тысяч лет назад север был обитаем. Причем люди не приходили осваивать заполярные территории. К тому времени они уже давно жили там. А потом стали медленно мигрировать на юг, гонимые наступающим холодом. Согласно древним былинам, север считался самой настоящей райской землей. И по преданию называлась она Ирия. И далее ученые заявили, искать Ирия рай следует среди островов Белого моря. А таких здесь немного, и почти все они объединены в один архипелаг – Соловки. Вывод получился неожиданным. Если предание точно, а в этом исследователи убеждались уже неоднократно, то Соловецкие острова и есть Ирия рай. Но какие можно найти этому доказательства, за исключением того, что когда-то монахи выращивали на Соловках тропические фрукты? Оказывается, доказательств более чем достаточно. Необходимо лишь взглянуть на исторические факты под другим углом. Не так давно исследователи обнаружили один очень интересный документ конца 16 века. В древней рукописи утверждалось, что первыми, кто пришел на Соловки, были отшельники с большой земли. В 1432 году они построили на острове деревянный монастырь, который неоднократно горел. А через полторы сотни лет здесь уже стояла каменная крепость, построенная из огромных валунов весом до 10 тонн каждый. Однако на атласе Московии, составленной английским географом Антонием Вудом в тот же период времени, на Соловецком острове в миниатюре изображена не монастырская крепость, а комплекс древних каменных культовых сооружений с храмом, который был подобен легендарному храму в Стоунхенджах. По-видимому, географ не был осведомлен о строительстве большого христианского поселения на Соловках. Но прекрасно знал о том, что было на Беломорских островах до прихода туда отшельников. В связи с этим можно сделать предположение. Монахи не были первыми обитателями Соловецкого архипелага, но пришли туда целенаправленно, возможно, зная, что эта островная земля имеет таинственную и священную силу. Общеизвестно, что все древние монастыри и храмы стоят на месте более древних языческих святилищ. В том числе и Соловецкий монастырь как раз располагается на острове, где в доисторические времена были какие-то культовые комплексы тех людей, которые жили много тысяч лет назад. Райское место в Беломорье часто упоминается в трудах древних историков – Аристея, Гомера, Овидя, Гесиода. Все они в один голос утверждали, что эта чудесная страна богов располагается где-то на берегах северных морей и является границей Скифии. Кстати говоря, Скифии в те времена называли территорию Северного полюса, а Северный Ледовитый океан на древних картах назывался Скифским. Знали об этом крае и древние славяне. Именно они дали ему название Ирий. По преданиям, это волшебная страна без холода, где во время заморозков прячется вся природа. Легенды не рождаются на пустом месте. Исследователи полагают, что действительно Ирий – рай существовал. Даже называют время. Примерно от 10 до 20 тысяч лет тому назад. В ту эпоху климат на Северном полушарии был сродни тропическому, что предполагало наличие богатого животного мира и пышной растительности. Одним из доказательств этого ученые считают ежегодные миграции перелетных птиц, которые каждую весну стремятся на север. Эта вся территория была, так сказать, освобождена тогда где-то порядка 12-13 тысяч лет тому назад. Вот. И с того момента времени мы можем говорить о том, что тут могли быть и природные какие-то процессы, и какая-то там деятельность человека. Вот именно с этого момента времени. Но потом случилась катастрофа. Что же это могло быть? Одна из гипотез – произошло резкое изменение земной оси на 11 градусов. Это критическое показание для цивилизации, существующей на побережье, так как подобное смещение неизбежно сопровождается гигантской волной цунами. Подобный природный катаклизм вполне мог привести к гибели райской страны в Беломорье. Затем, как следствие смены климата, и те, кто выжил после цунами в высокогорных областях, наверное, были вынуждены после такого поворота событий, в прямом и в переносном смысле, начинать свое развитие, начинать свою историю едва ли не с чистого листа. С тех пор крайний север – это очень суровая и неприступная земля. Земля, которая хранит свои тайны. Эти тайны вот уже много десятилетий пытаются разгадать ученые, философы, географы. Особенно их внимание привлекает Кольский полуостров и острова Белого моря. 19 февраля 1923 года Петроградская «Красная газета» сообщила своим читателям сенсационную новость. Профессор Барченко открыл остатки древнейших культур, относящихся к периоду более древнему, чем эпоха зарождения египетской цивилизации. Действительно, в 1921 году на Белое море и на Кольский полуостров была отправлена особая экспедиция под руководством нейрофизиолога Александра Барченко. Задача экспедиции – провести исследование загадочного заболевания в самом центре русской Лапландии – мерячения, то есть состояния массового гипноза, которым были поражены достаточно большие группы местного населения. До сих пор эта экспедиция вызывает много вопросов. Еще на стадии подготовки она получила финансовую поддержку от самого Феликса Дзержинского, несмотря на разруху и голод, царивший в стране после гражданской войны. Данное обстоятельство позволяет предположить, что у экспедиции вполне могли быть некие секретные цели, до сих пор неизвестные исследователям. Удивительные открытия начались уже с первых дней. Направляясь к Сейдозеру, участники экспедиции нашли в тайге массивный прямоугольный гранитный камень. Поразительно правильная форма не вызывала сомнения в его искусственной обработке. Более того, камень оказался ориентирован по сторонам света. У Сейдозера местные жители Лопари показали ученым один из ходов, который вел куда-то под землю. Но участники экспедиции не смогли проникнуть туда из-за внезапно возникшего чувства ужаса. Вот что записал в своем дневнике астрофизик Александр Кандиай. В одном из ущелья мы увидели загадочные вещи. Желтоватая белая колонна вроде гигантской свечи. Рядом с ней кубический камень. На другой стороне горы с севера видняется гигантская пещера на высоте двухсот сажен. И рядом нечто вроде замурованного склепа. Но больше всего поразило изменение психического состояния людей, оказавшихся вблизи древних сооружений. Их вид почему-то приводил членов экспедиции в состояние безотчетного ужаса. После возвращения в Петроград Барченко сделал заявление, что ему удалось обнаружить останки древней цивилизации. Что, скорее всего, это райская страна Ирий, упоминаемая в древних преданиях славян. При этом ученый ничего не сообщил о мерячении, той самой болезни, которая поразила местных жителей. Были засекречены и другие сведения, добытые экспедиции. Уже спустя много лет в этих местах побывали геологоразведчики и обнаружили в недрах ураноносные и редкоземельные руды. А еще здесь была зафиксирована геотермальная аномалия и радиационный фон, исходящий от мегалитов. Не он ли влиял на психическое состояние местных жителей? В то же время в древних преданиях есть упоминание о том, что обитатели Ирия-Рая обладали таинственными технологиями укращения сверхмощной энергии. Вполне возможно, что источники этой мощной энергии они черпали из радиоактивных материалов, сокрытых в земле Кольского полуострова. И таким образом мы подходим к раскрытию загадки самой первой научной экспедиции по русской Лапландии Александра Барченко. Не исключено, что он искал ответ на вопрос, действительно ли владели древние гиперборейцы секретом расщепления атомного ядра. И в этом случае становится ясной поддержкой этой экспедиции органами УГПУ и лично Феликсом Дзержинским. Это всего лишь предположение. Обрабатывать и перемещать огромные гранитные глыбы невозможно было без мощного источника энергии. Тем более создавать культовые сооружения немыслимых размеров, останки которых постоянно обнаруживают в Беломорье. Кузовские острова. Они являются частью Соловецкого архипелага и расположены всего в ста морских милях от Кольского полуострова. Это гряда из 16 небольших островов в Белом море. На одном из них, острове под названием Чернецкий, экспедиции Российского географического общества была обнаружена сооружение явно рукотворного характера. Что это? Гигантский каменный трон Верховного Жреца? Интересно, что сооружение имеет в основании форму шестиугольника. И если с него наблюдать за движением Солнца, то оказывается, что небесное светило вскоре после восхода проходит точно по вершине здешней сопки. Возможно, в древние времена сюда приплывали люди для проведения особых ритуалов. Это единственный в мире настоящий каменный трон, найденный в нашей экспедиции в 2001 году. Вероятнее всего, на этом острове проходили жреческие собрания. Рядом с троном Дальмены, камни-менгиры, треножники, таинственные каменные лабиринты, которые называют Вавилонами. Все эти объекты однозначно сделаны людьми. Так предполагают исследователи. Часть этих мегалитических сооружений, я говорю о так называемых Вавилонах, распространенных на побережьях нашего Крайнего Севера, это идеальный для древних мореплавателей система идентификации островов, иногда похожих, как две капли воды, для того, чтобы издалека, не выходя на берег, можно было с уверенностью сказать, мимо какого острова, мимо какого берега ты проплываешь. И вот единственным рельефным рисунком, который был четко, контрастно виден на относительно ровном побережье, был рисунок, четко повторяющий современные северные лабиринты. До сих пор ученые не могут прийти к единому мнению, для чего служили каменные лабиринты. Некоторые предполагают, что их геометрия является некой базовой матрицей для очень большого круга явлений в культуре всего человечества. В частности, и наши жилища представляют собой ничто иное, как упрощенный вариант лабиринта. Но в таком случае вполне допустимо предположение о том, что и территория Ирия-Рая должна была обустраиваться по такому же принципу. И эти лабиринты – миниатюрная модель мифической страны. Но есть и более прозаические версии. Есть, например, версия, что они служили ритуальным каким-то целям. Есть предположение такое экзотическое, что это схема рыбных ловушек. То есть вот как должны были сети ставиться, чтобы рыба заходила. Я считаю, что лабиринты – это солнечные часы и календари, потому что на севере Заполярье – это самый необходимый инструмент ориентирования в пространстве времени, особенно в той части, где солнце не заходит за горизонт. Не исключено, что монахи-отшельники, которые в 15 веке пришли на Соловки и заложили здесь обитель, знали об этих местах гораздо больше, чем нынешние исследователи. И знания свои монахи могли черпать из разных источников. Вполне вероятно, они знали, что трон, как и другие расположенные рядом с ним мегалиты, это остатки Дворца Богов, того самого, о котором говорится в историческом манускрипте «Тексты строителей», что хранится в древнеегипетском храме Ветфу. В манускрипте рассказывается, что до начала гигантского наводнения далеко на севере стоял храм богов, ориентированный по созвездию Ориона. В древности в этих местах кипела жизнь, и каменный трон служил для особо важных церемоний, проводимых жрецами. Молельных домов обитатели Ирия Рая не строили, они поклонялись богам под открытым небом. Далеко не все объекты, обнаруженные на Словецком архипелаге, находят объяснение у исследователей. Например, разбросанные на вершинах Пузовских островов геометрически правильные шары из кварцита. Их происхождение – полная загадка. Человеческий лик, проступающий на каменном массиве острова немецкий кузов – тоже загадка. В причудливых складках скалы распознается нос, рот, подбородок и глаз. Только один глаз. Но рукотворно ли это каменное лицо, напоминающее образ эллинского одноглазого бога войны Ариса? Или его прообраза – такого же воинствующего скандинавского Одина? Вполне возможно. Однако скульптором могла выступить и сама природа, а руки и технологии древних обитателей здешних мест лишь довели сходство с человеческим лицом до совершенства. Конечно, это рукотворно. То есть это не ледник там сажал, так сказать, так точно на такие здоровые камни, на более мелкие. Другой вопрос – как это сделано, для чего это сделано? Мог ли такой истукан служить обитателям Ирия Рая в качестве, скажем, символа боевого духа и воинской славы? Как у тех же эллинов. Загадка. У древней северной цивилизации, согласно легендам, не было врагов. И ее обитатели ни с кем не воевали. Тогда что это? И кто мог создать такого гиганта? На этот вопрос тоже нет ответа. Пока. Много легенд, сказаний есть, что здесь раньше жили трехметровые люди, которые строили большие здесь стены. Что здесь вообще на севере рай был когда-то. Женщины вообще никогда не умели здесь плакать. Вот, чтобы все время только весело был не воин, ничего не было. А куда же делись гиганты? Об этом история умалчивается здесь, и я ничего не могу сказать даже. У других мегалитических объектов, обнаруженных экспедициями на том же архипелаге Кузова, похоже, есть свои объяснения. Например, вот такие массивные плиты, покоящиеся на трех маленьких камнях. Известно, что дельфийские пифии, то есть жрицы-прорицательницы, совершали свои предсказания, сидя на похожих каменных треножниках. И обычай этот, возможно, пошел как раз из волшебной страны с названием Ирия-Рай. Во всяком случае, первыми жрецами дельфийского храма, как утверждали летописцы, были именно северные пришельцы, которые после катаклизма мигрировали на юг. Значит, предположение, что подобные мегалиты с островов в Белом море, ритуальные треножники жрецов Ирия-Рая, вполне имеют право на существование. Пирамиды, обнаруженные на Беломорских островах и на Кольском полуострове, заслуживают отдельного внимания. До недавнего времени многие исследователи считали, что одними из первых на нашей планете стали возводить пирамиды древние египтяне и самым ранним постройкам не менее 4,5 тысяч лет. Однако исследователи русского севера считают, что возраст пирамид на том же архипелаге Кузова может составлять около 10 тысяч лет. Кроме того, ученые установили, что все обнаруженные на островах в Белом море пирамиды ориентированы по сторонам света. Да, они значительно уступают по величине египетским, но вполне вероятно, что являются прообразом всех пирамид на планете. Ежегодно на Соловки приезжают тысячи туристов. Именно здесь находится знаменитый Соловецкий монастырь, одна из главных православных святынь России. Однако есть и другие, менее известные достопримечательности. Особенно ими богат Большой Заяцкий остров. Я уже фактически ступаю на территорию острова, и по праву от меня руку начинаются древние объекты. Самый первый из них – это, видите, большой камень, лежащий на двух других. Это алтарь. Вероятнее всего алтарь, посвященный богам Нижнего мира, потому что сразу же за ним идут могильники. Таких небольших каменных холмиков, однозначно сложенных вручную, на Большом Заяцком острове около тысячи. С тем, что это могильники, не спорит даже официальная наука. Когда несколько из них раскопали, в основании были обнаружены останки древесного угля и человеческого тлена. Кроме могильников, на острове много каменных лабиринтов. По одной из версий, они отделяют мир мертвых от мира живых. Интересно, что на Кузовских островах каменных артефактов найдено многое. Но ярко выраженных могильников здесь нет. Возможно, это не случайность. По нашему мнению, Кузовской архипелаг являлся сакральным центром, где проводились жизнеутверждающие культы, то есть культы, связанные с жизнью. А соловки – это скорее элизиум окружающего мира, то есть страна мертвых. И поэтому по возможности умерших доставляли сюда, согласно традиции сжигали. В лабиринтах, которые присутствуют здесь, совершали какие-то таинства и обряды. Здесь же, на Большом Заяцком острове, царь Петр I поставил церковь Андрея Первозванного. А это, как и строительство монастыря на Соловках, возможно, тоже не случайность. Ведь возводился христианский центр на месте древних культовых сооружений. Все, что христианская культура могла, она, конечно, уничтожила, чтобы заместить, предложить свое. Это естественная борьба, наверное, за новый стиль жизни. Но то, что она не смогла победить, она окрестила. То есть, скажем, храм ставился на камни, и камень часто даже встраивался в стену, либо рядом оставался. Если и был такой замысел у основателей Соловецкого монастыря заместить с собой языческие святыни и заставить людей забыть о них, то он вполне удался. Тысячи людей едут сюда, чтобы поклониться христианским святыням. А вот про могильники и лабиринты мало кто знает. Но они все-таки сохранились. И ясно свидетельствуют, что еще задолго до возникновения Руси и на кузовах, и на соловках кипела неизвестная нам жизнь. Жили люди со своей религией, культурой, представлениями о мире. В существование этой древней цивилизации верят немногие. Ученые, которые занимаются изучением Ирия Рая, не признаются научным сообществом. Искателей без специального исторического образования вообще никто не берет в расчет. Но эти люди все равно продолжают свои поиски и ищут свою райскую страну на Крайнем Севере. Она важна, потому что она обращает нас внутрь себя. Она заставляет нас исследовать наше прошлое. И когда мы погружаемся в это, мы обнаруживаем те горизонты, так сказать, те вещи, которых мы даже не знали, их существовали. Время стирает в пыль даже камни. Но над мифами оно не властно. Миф о счастливой стране, где нет горя и зла, и где люди нашли вечный источник жизни, один из самых устойчивых у славянских народов. Названия у этой страны разные. Ири, Беловоди, даже Шамбала. Но во всех случаях это затаенная мечта человека об утраченном рае, куда хочется вернуться. Редактор субтитров А.Семкин